представляет выпуск для артема тарасова всем привет вы уже наверное в курсе громкого скандала братьев емельяненко так вот чтобы не повторяться хотим привести в пример взгляд со стороны мнение третьего лица этого конфликта а именно главы промоушена м1 вадима финкельштейна который прокомментировал разгоревшийся скандал братьев емельяненко начавшиеся с громкого интервью александра вадима попросили уточнить начались ли проблемы с александром сразу после их сотрудничества в 2003 году на что глава промоушена ответил я особо не влезал в эти вопросы но он тогда уже был после отсидки федя за него всегда просил чтобы его на турнир поставили всегда заставлял тренироваться воспитывал как старший брат переживал за него если какие-то проблемы были у саши в старом осколе федя всегда срывался с места ехал выручал я не в курсе деталей но знаю что саша всегда там что-то творил а федя всегда это пытался как-то разрулить сказал финкельштейн итак наши подписчики ключевым моментом в интервью александра стала ситуация где он говорит что в четвертом году ему пришлось выйти драться с мир к крокопом потому что надо было выручать брата в итоге александр упал в нокаут и федор ему будто бы даже не сказал спасибо за то что помог так кто же предложил бы александру емельяненко с мирка крокопом это была инициатива самого александра в прайд вообще такого не было чтобы кого-то с кем-то заставляли драться что там федора титула могли бы лишить если бы саша не подрался с крокопом это полная чушь было так феде много раз предлагали бой с крокопом федя считал что пока к нему не готов и ездил в голландию ставить ударную технику а саша сам вызвался сказал а я вот готов он всегда немножко самоуверенный был ну и что раз он говорит что хочет драться ему и сделали этот бой вообще саша всегда со всеми готов драться ему все равно кто соперник а тогда тем более был еще молодой горячий а тем временем наши подписчики александр говорил что вадим финкельштейн для него не рукопожатные и вот что глава м1 сказал на этот счет я даже не знаю что сказать мне это вообще непонятно сколько раз он одалжил у меня деньги или брал их просто так наверное он это уже забыл вообще саша любит считать что ему все должны и федор и я сколько раз я его в голландию возил он жил у меня дома его люди тренировали он ни за что не платил все расходы оплачивал я и мой компаньон я просто был его менеджером и хотел чтобы саша достиг результата интересно почему он руки мне не подаст я просто знаю что этому человеку я в жизни только хорошее делал что я такого ему сделал что он так говорит так как же все-таки разрушились отношения главы промоушена и александра на самом деле ответ не заставил себя долго ждать он познакомился с ольгой на моем корабле женился и решил что у него жена будет менеджером а я ему не нужен и начал уже сам выступать в азербайджане еще где-то потом мы еще поработали вместе я делал ему боевым один но после всех этих его выкрутасов и конкретной истории в барнауле за мелкое хулиганство на борту самолета когда емельяненко был оштрафован на 700 рублей я решил что все уже больше не могу с ним работать и в заключении вадим финкельштейн добавил пару слов по поводу формы в которую привел себя александр в последние полгода я был удивлен буду рад если он правда исправится я желаю ему только хорошего единственное знаю его с третьего года боюсь что это может быть ненадолго дай бог чтобы у него там все было нормально но в этой истории я на стороне федора на сто процентов федор реально всю жизнь пытался помочь ему всю жизнь тащил его за уши если какие-то проблемы у саши возникали федор пытался их решить он всегда вел себя как старший брат а как наши дорогие подписчики прокомментируют слова вадима финкельштейна удалось ли вам лучше разобраться в этом конфликте и если да то напишите свой вердикт с вами был панин вид специально для артема тарасова подпишись на канал поставь лайк завтра еще одно видео скоро увидимся fight pro самый узнаваемый бойцовский бренд в россии у вас есть возможность открыть клуб в своем городе узнай как ссылка в описании airline sport nutrition самое вкусное спортивное питание на российском рынке